На этом уроке мы уже перед самым Песохом несколько слов с вами обсудим про молитвы праздника Песох и разные обычаи Усифардима, Ушкиназима и различия в Сидурах в том числе, потому что здесь есть и хологический аспект, как мы увидим с вами. Значит, разумеется, в любой Йомтов мы молимся семь благословений, если падает на субботу, как в первый день Песоха и вне земли Израиля в последний тоже, то нужно будет упоминать и шаббат, и Йомтов. Но основная, так сказать, в нужных молитвах основана все равно на молитве Йомтова, просто в нужных местах добавляется про субботу. Кстати, интересно, что в Талмуте упоминается мнение Бет-Шамай, что отдельные брохи делаются для субботы и для Йомтова, то есть когда падает на субботу на Йомтов, то всего восемь благословений будет, а не семь. У нас халаха, как Бет-Хилл, конечно, что мы упоминаем все в одной брохе. Ведь, в принципе, число семь, конечно, очень важное число в иудаизме, в том числе, именно семерка связана с благословениями субботы всегда, и седьмой день тоже, может быть, связан с этим, да, что, сопротив седьмого дня, семь благословений сделали. Ведь вообще, почему в субботу не установили длинную молитву Шмана-Эсре? Можно подумать, потому что там просьбы, которые в субботу не следует делать, да, прости меня, Всевышний, и так далее, оказывается, что нет, что если это нусах молитвы, то запрета нету говорить эти просьбы. Именно по этой причине, если человек случайно стал молиться буднюю молитву, то хазар остановился, чтобы он закончил ту броху, в которой он вспомнил, что сегодня шаббат, допустим, человек в обычную субботу или в Йомтов начал молиться, а так он, наверное, а там дат. Он эту броху заканчивает. Если он вспомнил, когда говорил даже Слахлану, то мы не скажем, что это неподходящее для субботы броху, он ее заканчивает. Хануна-Амарберис-Лоха, а потом уже переходит к субботнему благословению. Все это потому, что и будние брохи к субботе бы относились. Но причина, почему хазар установили короткую молитву, это чтобы, как сказать, тирха, да, не слишком человека беспокоить, что в субботу он не слишком долго молился, наоборот, его немножко освободить от сложных и длинных молитв. Но если уже он начал говорить броху, то сказали закончить, да, прерываться, как бы, когда разговаривали со Всевышним, с Великим Царем, и посередине прерываться, это хуже, так как сама по себе броха, это не броха леватала, не пустое благословение. То поэтому, если он начал говорить какую-то броху, то он ее заканчивает и потом переходит уже к брохе субботней. Кстати, в муссов это не относится. Если он в муссове, когда всегда всем благословений, начал говорить «Атахонен», то он сразу прерывается. Как бы там ни было, в шаббат, который падает на емтов, в основной муссах, как в емтов, только вот упоминается все про субботы. Тогда получается, что мы одинаковые молитвы молимся три раза в день, как в будние дни и как в любой емтов. В отличие от обычных суббот, как вы знаете, каждая молитва другая, хотя, в принципе, тоже, если сказал, например, Шмонес Реминхи в Шахарит, или наоборот, это не важно, они похожие достаточно, основной муссах одинаковые, но все равно они сами по себе, да, в субботу вот три аспекта, три молитвы, они все разные. Теперь, что касается муссов, то там у нас, у Ашкенази, особой обычай упоминать именно сам Корбан, то есть что именно приносили в храме, когда был муссов. То, что взят этот отрывок, прямо цитируем отрывок из главы Пинхас, где про каждый емтов написано, что приносить. И, соответственно, когда суббота падает на емтов, то мы упоминаем и тот муссов и другой, да, и то, что приносили субботы, то приносили в емтов, потому что приносили и то, и другое. В емтов приносили обычно сколько-то быков, сколько-то баранов и сколько-то маленьких барашков, а также одного козла хатат, да, все остальные жертвы были ула, приношения, которые полностью сжигаются, хатат ели коины. А вот в субботу всего лишь два барашка приносили, весь муссов это просто два барашка, и о бааллах. И вообще можно многое по муссовам понять в отношении самих емтовов, вы знаете, вот можно понять, какие емтовы с какими сочетаются. Вот, например, муссов Шивота и муссов Песох абсолютно одинаковые. Средний Песох, кстати, одинаковый муссов. Два быка, один баран и семь барашков. А вот муссов Йом-Кипура и Рошашаны одинаковые. И такой же муссов еще в Шмини Ацерет, еще один единственный день, который такой же муссов. Поэтому мы можем понять из этого, что Шмини Ацерет как-то похож на Йом-Кипура. Действительно, мы знаем из изучения кабалы, что это так. Так что многое можно выучить из точных знаний того, какое количество чего приносили, каких животных. Но что интересно, у Сифардим вообще не принято в Йом-Кипура упоминать все эти числа, видимо, чтобы не запутаться. Поэтому у Сифардим просто говорят, и будем приносить перед тобой, когда будет отстроен храм, то, что положено, и все. Как положено в Торе, да, но не говорят сколько именно, не цитируют отрывки. Получается, для шкинацкого еврея, который молится в сифардской синагоге, очень важно именно муссов молиться по шкинацкому седуру. В Йом-Тов. В смысле, что в остальное время тоже ли отхила большинство людей считает, что нужно молиться по своему нуссаху? Но есть, на самом деле, диспут, что делать человеку, который пришел в синагогу, где другой нуссах, и мы сейчас не будем в это вдаваться. Но в любом случае, если даже человек молится в синагоге и использует нуссах этой синагоги, но в вещах, где халаха, другая, не просто нуссах молитвы, а именно в халахе есть диспут, то так как у нас, у Ашкин-Азима, обычно именно следует мнению, что нужно обязательно упомянуть Корбан-мусов конкретный, то, видимо, следует быть маг, постараться именно достать ушкинацкий седур или хасидский седур, но, во всяком случае, не нуссах сфаради, не нуссах Эдота Мизрах, который использует в синагогах сефарских и восточных евреев, потому что там другое халахическое правило в данном случае, другое халахическое, по-другому постановление, что мы следуем мнениям, что обязательно это сказать, по-брабину таму, более того, если не сказал, вообще не выполнил заповедь. Кстати, а если все-таки перепутал и сказал не тот муссов, особенно это часто случается в Холомой Цукот, там же каждый день другие, и другое количество быков, то пишут посткин, что после факта ты выполнил заповедь. И также после факта яшкиназим полагается, что если бы молился как сефарди и только сказал, будем переносить для того то, что положено, то после факта мы полагаемся на мнения, которые используют срабину таму, и что можно выполнить заповедь, даже не сказав конкретные приношения. Теперь в Холомоед мы молимся обычное шмонеэсре в Шахарид и в Минху и в Арвид, в Марив, да, просто упоминаем Ялеви Аво, начинаем говорить в пред-предпоследней Брохе, в Реце, в Аводе, как говорится, да, там где мы говорим про службу храма и возвращение Всевышнего к нам в Сион, там вот мы упоминаем про праздник конкретный, если забыл, то нужно возвращаться назад, да, если закончил все шмонеэсре, искал уже июль и рацион второй раз, то нужно теперь вообще все шмонеэсре заново молиться. И это неважно, в вечерней молитве забыл, в отличие от Рошходаша, да, в Холомоед всегда, если забыл Ялеви Аво, то нужно возвращаться. А вот Мусов Холомоеда практически не отличается почти от Мусов Авьемтов, что интересно, они установили, что Мусов Холомоед, мы просто молимся тоже всем благословения и тоже упоминаем, соответственно, Корбан этого дня, Кошкин Азим конкретный Корбан, напоминаем, то есть разница в некоторых Нусахах, у Сифардин, там вместо говорить ли Йомтов, слово Тоф, там еще какие-то детали маленькие, но в остальном Нусах практически Мусов одинаковые, что в Холомоед, что в обычный Йомтов. И в остальном, ну, конечно, читаем Галел, в первые два дня мы читаем Галел с благословением, а в Израиле только в первый день. А в остальные дни Сифардин читают без благословения, Ашкин Азим читают все равно с благословением, но в любом случае уже пропускаем части, как в Рошходаш, да, не полный Галел читаем, потому что уже время с Фирой. И даже в последние дни Йомтова это так, и Бет Йосиф, Бет Вречина, потому что нечего, так сказать, злорадствовать, что умерли египтяне, даже египтян все-таки жалко, что они погибли в седьмой день, поэтому не говорим Галел. Интересное объяснение, да, насколько мы, так сказать, чувствительны даже, вот, к горе людей, которые нас так преследовали и мучили, но все равно не злорадствовать, да, и поэтому не говорим полный Галел в последние дни Йомтова. Вообще, вот, не полный Галел это просто Минхаг, он не такой уж обязательный, по большинству мнений, и поэтому Сефардим даже Броху на него не делает, как я сказал. А некоторые Сефардим делают Броху в синагоге, один человек делает, хазан для всех, кажется, у марокканских евреев такой обычай, но большинство Сефардских евреев вообще на не полный Галел даже Броху не делают, ни в Рошходаш, ни в последние Песаха. А уже кульминация будет, что вот, тогда мы скажем снова полный Галел, когда сопротив дрова не от Торы. И я желаю всем хакоши и самих, и, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал.